Друзья, привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта корректуры.ру, будушин.ру, будубок.ру, макевара.ру, докторшилов.ком. Сегодня вот о чем. О том, пить или не пить. Многие люди, которые решили похудеть, а мне тут часто доводится беседовать с такими людьми, начинают, например, садятся на безуглеводку и у них быстро там уходит вода за один-два дня. Они встают на весы, смотрят, как это все дело с ним происходит. Им это дело нравится, потому что там за неделю реально полный человек, который упашивал углеводы целыми днями, может похудеть на 5-7 килограмм. Им это настолько нравится, они думают, что они сейчас быстро достигнут результата, если там похудеть килограмм на 20-25, все. Они думают, что тут линейная самозависимость есть. Но это дело быстро заканчивается, потому что, ну как углеводы, значит, ушли с ними, значит, ушла та жидкость, которую эти углеводы связывают, все вроде замечательно, а потом все. Этот процесс останавливается и дальше худеть можно только за счет либо потери мышц, либо за счет потери жира, либо за счет потери и того и другого. А хочется продолжить вот эту линейную зависимость, это же так интересно. И люди понимают, они начинают там что-то читать, что это связано с водой. Ну и дабы подбодрить себя, они начинают там кто-то принимать какие-то диуретики, потому что сам знают, что спортсмены, чтобы стать более рельефными, ну это бодибилдеры, принимают перед соревнованиями диуретики и все такое, и начинают их сам принимать, что позволяет им еще там как бы больше скинуть вес. Вот это вот увлечение совершенно неправильное, то есть воду терять не надо, наоборот, человек, который хочет похудеть и активно занимается кардио, должен употреблять очень много воды. В противном случае вот что происходит. У человека избыточная масса тела, он начинает заниматься бегом. Бегает, соответственно теряет воду, теряет углеводы, сидит еще на безуглеводке, начинает терять вес, вроде все нормально. Но если он потеряет избыток жидкости, то он пересушит свои суставы, а у него и так избыточная масса тела, то есть нагрузка на суставы при беге и так больше, гораздо, чем это должно быть. То есть это высокая нагрузка. И суставы начнут изнашиваться, начнутся какие-то проблемы, боли и соответственно все кардио, прошу прощения, это комары. Вот, ну лето, на издержке России это комары. Летом, хотя погода хорошая. Вот. Нельзя. То есть надо, наоборот, много пить, даже больше, чем обычно. В организме вода лишняя все равно не удержится, если вы не будете принимать избыточное количество соли и избыточное количество сахаров. Вот это важно. Понятно, да? То есть, ну соль надо принимать, потому что просто без этого никак. А избыточное количество сахаров, от этого натуки можно абсолютно легко. Вот это вот и надо делать, значит обязательно. А воду нужно пить. Не останавливайтесь в этом. Вот. Иначе просто начнутся проблемы реальные с суставами. Вы прекратите заниматься вашим кардио, прекратите заниматься кардио, прекратите терять соответственно вес за счет того, за счет чего надо. То есть за счет сжигания жира. Все, ребят, на этом все. Пейте больше воды, но не теряйте при этом соли. То есть нужно пить в том числе минеральную воду, либо добавлять витамины и минеральные комплексы в свой рацион. Это очень важно. Всем пока.